Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, смотрите сегодня. Пять сочинских пляжей уже подали заявку на голубой флаг. С критериями международной программы ознакомили и других арендаторов. Новая достопримечательность и просто необходимость у морского вокзала снова появились питьевые фонтанчики. В Сочи стартовал международный джаз-фестиваль Игоря Бутмана в этом году с новым названием и с сюрпризами в программе. В Сочи открылся фестиваль кукол. Свои работы представили полсотни художников-кукольников со всей страны. Вопросы кубанских фермеров, краевые власти решают совместно с Генпрокуратурой. О своих проблемах аграрии рассказали заму Генпрокурора России Андрею Кикатю и главе региона Вениамину Кондратьеву. Как отметил губернатор, развитию фермерских хозяйств на Кубани уделяют особое внимание. Разработаны меры господдержки, а для оперативного решения многих вопросов в районы выезжают уполномоченные по правам сельхозпроизводителей. Мы максимально сегодня поддерживаем с точки зрения того, чтобы фермеры могли развиваться. И то, что завтрашний день у вас должен быть в виде кооперативов, для вас это невозможно. Потому что то, что у вас есть самая дорогая земля, вы никогда с ней не расстанетесь. Но мы предложили другой вариант. Объединяйтесь в кооператив на стадии переработки. И в этом случае мы в бюджете заложили огромную сумму, где 90%, если вы покупаете перерабатывающие линии, объединившись в кооператив, на стадии переработки, мы вам компенсируем. Вы перестанете быть сырьевыми. Надо искать способ сегодня зарабатывать и возможности. А мы должны эти возможности вам создать. И когда мы создаем, а вы по ним не идете, тогда у меня возникает вопрос, а тогда что хотите? Действительно сейчас очень подробно вам было сказано и предложено варианты решения его проблем. Вы просто лишь не живите по тому принципу, что вот я хочу так и вот так должно и быть. Старайтесь, скажем так, все-таки выбирать ту цель, которую конечную вы хотите. А способы ее достижения вам предложено очень много со стороны администрации властей местного регионального уровня. В основном фермеры сегодня обращались с земельными вопросами. По их мнению, иногда несправедливо распределяют участки и расторгают договоры. Андрей Кикати, Вениамин Кондратьев детально рассмотрели каждый случай. Впрочем, большинство озвученных проблем уже неоднократно поднимались на уровне краевых властей. Многие вопросы находятся под личным контролем губернатора и к их решению уже привлекали органы прокуратуры. Больше чем за год рассмотрено около 200 запросов. В пользу фермеров решено 70% обращений. Однако были и те, кто таким образом просто пытается привлечь к себе внимание. У нас в крае 14,5 тысяч фермеров. И вопросы возникают у отыскания небольшого количества фермеров. Я столкнулся с тем, что кто хочет работать, он работает. А кто хочет все время жаловаться, воевать, вот он жалуется и воюет. Я готов разбираться с каждым чиновником, который создает препоны для того, чтобы и фермеры в данном случае нормально развивались. Но когда я понимаю, что это просто из пустого порожня, как в народе говорят, тогда я не буду заниматься вопросами, где они носят какой-то политический оттенок или политический характер. И среди вас есть те, которые, даже не будучи фермерами, почему-то активно в средствах массовой информации себя позиционируют как фермеры и пытаются решать какие-то фермерские вопросы. Нужно, чтобы все тоже имели равный доступ и возможности развиваться. Тогда будет правильно. Практически все обратившиеся уже не раз встречались и с главой региона, и с заместителем генпрокурора. И, как отмечали сегодня сами фермеры, многие вопросы удалось сдвинуть с мертвой точки. Когда есть контакт между населением и органами, вне зависимости, прокуратура, допустим, следствие или администрация, тогда и вопросы решаются. Мы не за марши, мы не за политику, мы просто хотим работать и выращивать рыбу. В качестве еще одной меры поддержки уже в середине августа вернут льготный выкуп участков, находящихся в государственной и муниципальной собственностях. Воспользоваться этим правом фермеры смогут до 1 января 2019 года. Перераспределение земли в регионе будет происходить только в рамках правового поля. Об этом Вениамин Кондратьев заявил на пресс-конференции. Прошла она по итогам встречи с фермерами. На вопросы отвечали губернатор края и зам генерального прокурора России. Как рассказал глава региона, в основном жалобы фермеров касались передела земли. Передел земли в крае, а он всегда будет, его никогда не остановишь. Это жизнь, коллеги, это жизнь. Поэтому кто-то кому-то будет продавать, уступать, закладывать. Он должен быть в рамках правового поля. Вот и все. Что сегодня должна обеспечить и власть, и надзорный орган. Вот над этим мы сегодня работаем. Это наша основная и стратегическая задача. Я считаю, что диалог у нас конструктивный, есть результаты. И, конечно, мы уверены в том, что мы сможем сделать так, чтобы все-таки ее движение от одного собственника к другому, от одного арендатора к другому было в правом русле. В свою очередь Андрей Кикать также отметил положительную практику совместной работы органов исполнительной власти и надзорного ведомства. Такой опыт будет продолжен и в дальнейшем. На реконструкцию стадионов и спортплощадок в Краснодарском крае выделят больше 112 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал Вениамин Кондратьев. Более половины этой суммы потратят на капитальный ремонт школьных спортзалов. Такую поддержку на условиях софинансирования получат 26 муниципалитетов. Около 15 миллионов направят в Павловский район, чтобы завершить реконструкцию стадиона. Привести его в порядок Вениамин Кондратьев поручил во время одной из рабочих поездок. Закончить все работы там планируют до конца этого года. Также порядка трех миллионов получат Новороссийск, Славянский и Лобинский районы на создание условий для занятия физической культурой людям с ограниченными возможностями здоровья. Новый пост Юрий Поляков сегодня назначен первым заместителем главы Анапы. Его кандидатуру на внеочередной сессии районного совета утвердили депутаты. Как отметил вице-губернатор края Юрий Бурлач, Кополяков человек в Анапе не новый. Он долгое время был главой Благовещенского сельского поселения, позже работал заместителем руководителя администрации. В последнее время возглавлял департамент потребительской сферы Краснодарского края. Сегодня, ну не просто это решение губернатору удалось, потому что Юрий Федорович на своем месте, он опытный управленец, его в администрации края ценят все. И тем не менее такое решение принято. Я думаю, что весь этот опыт, все те знания и знания непосредственно территории, а это дорогого стоит, они позволят, не сбавляя оборотов, двинуть и экономику, и общественную сферу на улучшение. Юрий Поляков будет исполнять и обязанности мэра города. Нынешний глава Анапы Сергей Сергеев участвует в выборах депутатов законодательного собрания края и сейчас находится в предвыборном отпуске. Олимпийские объекты Сочи сфотографировались с МКС. Кадры из космоса начал выкладывать в своем инстаграме космонавт Сергей Рязанский. Он находится на борту МКС и обещает в своем уже втором полете вести аккаунт прямо на орбите, сообщает «Комсомольская правда». Пока же под снимком Олимпийского парка стоит подпись «Любимый курорт многих россиян Адлер» с борта Международной космической станции. Впервые в истории Россия в лице Сочи претендует на голубой флаг. Это международный каталог лучших пляжей мира и знак международного признания экологии и благоустройства прибрежных территорий. С критериями программы ознакомили арендаторов сочинских пляжей. Я напомню, пять пляжей курорта подали заявки на участие в добровольном сертифицировании, а это значит, что показатели качества морской воды соответствуют стандартам и выполнены все требования по благоустройству набережной. Что касается других пляжей, то их арендаторам необходимо хорошо поработать. Тему продолжит Татьяна Говоркова. В программе «Голубой флаг» 30 лет. С тех пор, как она вышла на европейский уровень, добровольную сертификацию прошли более 4 тысяч пляжей. В этом году за отличительный знак качества в международном каталоге борются и Сочи. За последнее время специалистами Роспотребнадзора было взято 1400 проб морской воды, и каждая соответствовала нормам. А значит, уже одно из главных требований для получения голубого флага выполнено. Всего же в программе 33 критерия. Объединены они в группы – качество воды, средства безопасности, экологический менеджмент и экологическое образование. Если в плане безопасности все четко, то над внедрением раздельного сбора мусора нужно еще поработать. Отдельные контейнеры для бумаги, пластика и стекла стоят не везде. Необходимое оборудование мэрия приобретет в итальянском ремене. Наша задача и по городу перейти исключительно на раздельную уборку. Ну а пляжная территория – это кровоизносовый. Надо сделать так, чтобы начинать эту культуру с пляжных территорий. Для нас и для нашего курорта Сочи это очень важно. По той самой причине, что сегодня иностранные туроператоры, в частности туроператор Туи, который самый большой в Европе, они сами изъявили желание отдыхать на курортах Сочи, заявив о том, что сегодня ни Испания, ни Турция, их не устраивает европейского туриста, и они хотят в Сочи. Позаботиться нужно и об экологическом информировании. Цель международной программы – голубой флаг – создание комфортных условий человеку при условии сохранения экосистемы. А значит, арендаторы должны хорошо подумать и над вопросом, как оборудовать пляж. Пока же в этой части благоустроены не все набережные. В основном это касается отдаленных пляжей в Лазаревском районе. У нас есть недоступные пляжные территории, не хватает инфраструктуры. Мы сейчас готовим стратегию найти пляжи, в комплексе их развить. Сделать дорогу туда, сделать инфраструктуру, стоянки, какой-то объект общественного питания, безопасность. В Сочи 190 пляжей, из них 81 муниципальные. Все они должны соответствовать мировым и экологическим требованиям. А чтобы арендаторы понимали, что от них требуется, с ними встретилась Галина Цветкова. Она является национальным оператором международной программы добровольной сертификации пляжей и марин «Голубой флаг». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 15 завершенных проектов за два летних месяца. Реализация программы сочинских единороссов «Малые дела» в Лыготском сельском округе Лазаревского района Сочи идет ударными темпами. Самая отдаленная от центра часть курорта преображается на глазах. Что уже сделано и какие перемены впереди, расскажем далее. Первые изменения можно увидеть уже по пути в Лыготский сельский округ. Те, кто бывал здесь часто, знают, эта часть дороги постоянно подмывалась речкой. Теперь сюда засыпали полторы тысячи кубометров гравия. Через две-три недели площадку забетонируют, проведут берегоукрепительные работы. А после это место, надеются жители, станет визитной карточкой сельского округа. Здесь будет стоять монумент, чтобы отдыхающие могли смотреть. Красивый монумент будет. Сейчас готовится проект этого монумента. Разных несколько вариантов уже готово. Будем выбирать, какой из них лучше. Сходы будем проводить, предлагать будем эти все разные варианты. Что выберут жители, то и будет здесь стоять. Но если монумент – это скорее для души, то другие малые дела – необходимость для местных жителей. Например, в ауле Лыготх стало светлее. На улице Нарт установили фонари. В ауле Калеш уже забетонировали площадку под навес рядом с местным кладбищем. Заменили ограждение, протянули водопровод, подготовили площадку для стоянки автомобилей. Работы еще много, но уже примерно через месяц здесь будет так же, как и в соседнем ауле Хаджико – красиво и удобно. Остался только последний штрих – поставить лавочки в тени навеса. «Они очень радостные, довольные, потому что им это очень приятно. Руки помыть вовремя, ноги помыть и уйти чисто или зайти чисто, свои обряды сделать – это обязательно положено по нашему обычаю. Поэтому это было сделано специально для этого, чтобы человек мог отдохнуть, уставший, чтобы не напрягался. Все было сделано во благо людей». Не забыли и о подрастающем поколении. Здание детского сада долгие годы страдало от сырости. Одна из стен пропускала влагу. Теперь ее обшили профлистом. И строители обещают – зимой дети будут в тепле. Кстати, уже совсем скоро юные жители Лазаревского района пойдут в новый детский сад. И это дело уже точно нельзя назвать малым. «Дошли уже и до севера. Это и строительство дорог, это и освещение. Сейчас мы благоустраиваем кладбище наше. И не только внимание уделяется на ремонт дорог, реконструкцию дорог, освещение, но еще и строим в Советсквадже детский сад. Анатолий Николаевич выбил эти деньги для строительства детского сада. И школы в Советсквадже. Кроме того, благоустраиваем пляжные территории, газификация. Сейчас готовится план проведения туда газа. Это в четыре населенных пункта. Поэтому работа по всей территории идет в полномерии». Это еще далеко не все запланированные дела. Малые и не очень. На сегодняшний день в работе еще 13 проектов. И прием заявок от жителей продолжается. Местные надеются, что после всех изменений в горных селах и аулах Лазаревского района отдыхающих будет не меньше, чем на побережье. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Питьевые фонтанчики вновь появились в Сочи. В рамках объявленного в России года экологии предприятие «Сочи-Водоканал» за счет собственных средств установило два питьевых фонтанчика возле здания морского вокзала. Расскажет Рината Шипулина. Питьевые фонтанчики были неотъемлемой частью городской среды еще со времен Советского Союза. Их устанавливали на набережных, в санаториях, парках. Но старые конструкции ввиду ветхого состояния демонтировали. А новые так и не появлялись. Но традиции прошлого восстановлены. Два питьевых фонтанчика, которые и были построены одновременно с фонтаном «Навигация», вновь на своем месте. Мы заново построили новые, которые соответствуют общему архитектурному облику и, в принципе, города Сочи. Любой житель, любой гость города Сочи сможет в жаркую погоду, утолить жажду, просто попить вот нашей чистой питьевой воды. Мы знаем, наша вода в городе Сочи абсолютно чистая. Ее можно пить из-под крана. Мы гордимся этим. Чистоту питьевой воды курортной столицы ценят как жители, так и гости Сочи. А система питьевых фонтанов для многих туристических городов – это и достопримечательность, и предмет гордости. А главное – необходимость. Очень хорошо. Люди приходят и попьют водички. Так что в жару, пожалуйста, всегда можно попить глоток воды сочинской. Затраты на установку и обслуживание городских питьевых фонтанчиков службы Сочи Водоканала возьмут на себя. Возможность появления таких объектов в других местах также сегодня рассматривается предприятием. Что касается качества воды, поступающей из питьевых источников, она на контроле специалистов Сочинского Водоканала. А у жителей и гостей города вновь есть возможность в жаркий день почувствовать себя намного комфортнее, испив прохладной воды. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Антижвачка-акция под таким названием прошла в Адлере. Группа школьников вышла на площадь у набережной реки Мзымта. Юные сочинцы с плакатами в руках призывали не бросать липкий мусор себе и другим под ноги. Взяв в руки шпатель, школьники принялись очищать брусчатку от липкого мусора. Справиться с ним можно только вот так, вручную. Мы готовы, конечно, прийти, отодрять жвачку, но все-таки хотелось бы, чтобы жвачку не кидали. Для этого есть мусорное ведро. Ну а другие в это время проводили соцопросы и профилактические беседы с жителями и гостями курорта о том, что благоустройство и чистота города – дело общее. Ведется работа с общественностью, с жителями, с гостями курорта о том, что необходимо соблюдать правила санитарного порядка. Мусор утилизировать, специальные мусорные казины и баки. Не мусорить, не выкидывать мусор на тротуар. Ну а на улице Молокова в это время приводили в порядок деревья. Здесь идет санитарная обрезка магнолий. Это удаление сухих, изогнутых и поврежденных ветвей. 250 растений уже прошли эту важную для магнолий процедуру. Много улиц, много обрезки. Деревья старые, нуждаются, конечно, в обновлении, в омоложении. Кроме санитарной обрезки необходимо кронирование деревьев. Все это часть программы так называемых «малых дел», которая сегодня активно реализуется на курорте. Список просьб и наказов от жителей формируется в районных администрациях. Очередная авария с большегрузом. На этот раз в Сочи перевернулся погрузчик. Видео сегодня появилось в интернете. Как пишут в одной из соцсетей, ДТП произошло сегодня утром в районе совхоза Приморский. Это Охостинский район. По всей видимости, водитель погрузчика «КамАЗ» не справился с управлением при разгрузке строительных материалов и завалился на бок. Водитель пострадал, его госпитализировали. И к другим новостям. В Сочи стартовал 8-й международный джаз-фестиваль Игоря Бутмана в этом году с новым названием. Сюрпризы ждут публику и в программе фестиваля. Накануне вечера музыканты со всей страны выступили на сцене Южного Мола под открытым небом у моря. Затем артисты дадут уникальные концерты в зимнем театре и на сцене концертного зала фестивальны. Звуками джаза город будет наполнен до 6 августа. Джазовый парад традиционно открыл фестиваль. Возглавляли колонну маэстро Игорь Бутман и глава Сочи Анатолий Пахомов. К шествию присоединились и сочинцы, и гости курорта. Семья Минаковых приехала из Калужской области. Специально приехали в Сочи, чтобы посетить это мероприятие. Потому что я танцую свинг, джаз. Мне очень это интересно и здорово. В этом году фестиваль сменил название. Как пояснил сам маэстро, акваджаз может проводиться в любом курортном городе. А вот Сочи джаз-фестиваль теперь навсегда связан именно с Сочи. Сочи джаз-фестиваль можно только в Сочи. А многие фестивали, самые известные, самые, так сказать, долгожители среди фестивалей, это не упражненный фестиваль, а мантрюрный фестиваль. Они имеют точную привязку к месту, где они проходят. И это просто семи лет нашего фестиваля. Фестиваль Игоря Бутмана – это не только выступления всемирно известных музыкантов, но и мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшены. Состоится и громкая премьера. Президент фестиваля презентует свою новую программу «Бутман ин рок». Прозвучат произведения мировых рок-хитов групп The Doors, Deep Purple, Карлоса Сантаны и других. А 5 августа впервые будет исполнен джаз на органе. Новое название, эксклюзивная программа – и все это для сочинской публики. Это все говорит о том, что очень большая заинтересованность. И есть и наша заслуга в этом. Потому что мы, сочинцы, полностью все делаем для того, чтобы показать, как мы рады этому фестивалю, как мы рады Игорю Михайловичу Бутману. И наша публика, она действительно вот такая добрая. Завершится Сочи джаз-фестиваль 6 августа галоконцертом. На сцене фестивального выступят фанк, команда вокалистки и басистки Ник Уэст и американская джазовая певица, двукратная обладательница премии Грэмми. Пати Остин представит с Игорем Бутманом и московским джазовым оркестром программу, посвященную столетию со дня рождения Эллы Фитт-Жеральд. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи открылся фестиваль кукол. В нем принимают участие около 50 художников-кукольников со всей России. Свои работы они разместили на выставке в арт-галерее «Форд». Слово Елене Авсециной. Куклы здесь на каждом шагу. Под экспозицию отдано все творческое пространство арт-галереи. Два залы, нижний и верхний. В центре работы президента Международного объединения авторов кукол Светланы Пчельниковой. На сочинском фестивале есть и новички, которые впервые представят сочинцам и гостям курорта свое творчество. Я делаю игрушки в технике ТЭДИ, в которых все подвижно, они тяжеленькие, с опилочками. Не совсем игрушки для детей, это коллекционные. Тем не менее, чаще всего посетителями таких выставок являются дети. Они тут же могут поучаствовать в мастер-классах и научиться у авторов работ тонкостям ремесла. А фестиваль собирают художников-кукольников еще и для общения в их среде принято делиться секретами мастерства. Цель для мастеров-кукольников не только продажа и показ, но еще и обмен опытом, знакомства. Например, в этом году нам неслыхано повезло, что у нас участник Пчельникова Светлана. В мире кукол – это очень громкое имя. Все работы разноплановые, даже если выполнены в одной технике. В каждой кукле индивидуальность – оригинальный почерк автора. Одинаковых игрушек здесь нет. Есть игрушки из винтажного плюша. Их автор из Луганска – Инна Будагян. В течение трех дней они будут выставлены в Сочи, затем уже отправятся в Италию. Вообще, подобные выставки традиционно проводятся в Москве и Санкт-Петербурге, и только второй раз в Сочи. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валей Денталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день – 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.